А мы узнаем на очередном уроке географии. Здравствуйте! Итак, тема сегодняшнего нашего занятия – крупные аэрографические объекты на материках и в океанах. Целью нашего обучения будет сравнивать сходные аэрографические единицы, расположенные на разных материках и в океанах. Сегодня на уроке вы научитесь сравнивать аэрографические единицы, расположенные на разных материках и в океанах. Но для начала информационный вызов. Послушайте. Орографический левый или орографический правый берег реки означает, что они находятся, соответственно, слева или справа по отношению к горе, откуда они берут начало. Кто сможет пересказать эту информацию своими словами? Какие бы слова вы заменили на другие или вообще исключили из текста? Возможно, кто-то из вас задумался над словом «орографический». А как это? Давайте пройдем к следующему слайду. Итак, задание. Посмотрите внимательно на схему и подумайте, как можно определить правый или левый берег из притока. Возможно, сейчас многие бы дали правильный ответ. Если мы будем идти от истока к осью, следовательно, справа будет правый приток, слева будет левый приток. Пчелка наша собралась в путь. Мы представим, что она находится просто в природе. Совершенно верно. Конечно же, встать лицо по направлению течения. И тогда правая рука будет показывать правый приток, левая рука – левый приток. Описание формы рельефа по внешним притокам и взаимному расположению называется орографией. Допишите, пожалуйста, данное определение себе в тетрадь и запомните его. Орографические объекты или единицы – это реально существующие формы рельефа, обладающие географическими положениями, названием, присущими им индивидуальными характеристиками. Образно можно привести такую аналогию – люди, мужчины, женщины, взрослые, дети. Это термины, а отдельный индивидуум, обладающий именем и индивидуальными характеристиками – личность. Так вот, орографическая единица является личностью в колледескопе форм рельефа. Давайте посмотрим на орографическое описание Сырарки. Сырарка, или казахский мелкосоточник, занимает большую часть территории Центрального Казахстана. На западе она ограничена Тургайским плацом, на востоке – с горной системой Саустров-Гатай. На севере – с североказахской равнины, на юго-западе – с Туранской недвижностью. Имеет протяженность в западном восток 1200 км, ширина в восточной части – 400 км, в западной – около 900 км. Сырарка очень древняя, сильно разрушенная горная область, состоит из выровненных возвышенностей и мелкосоточных низких гор. На востоке мелкосоточника расположены наиболее высокие горы, к ним относится Казулрай – горно-соточный гранитный массив, высшая точка Аксуран, высота которой достигает 1565 метров. Карканалинские горы – наивысшая точка 1403 метра, Кент – 1460 метров, Чингистау – 1300 метров, Баянаульские горы – 950 метров. У подножий гор встречаются скопления обломков горных пород Осыпи. Итак, сейчас мы с вами услышали орографическое описание сырарки. Здесь встречались как качественные, так и количественные характеристики. Количественные характеристики формулы львов еще называют морфометрией. Морфометрические характеристики являют частью орографических описаний. При описании хребтов, плато, равнин, долин, падень, котловин и т.п. Указывается местоположение, ориентировка по сторонам горизонта, размеры, т.е. длина, площадь, высота, глубина, густота, расчлененность речной сетью и другие формы поверхности и склоны с их крутизной. Без тщательного учета орографии не производится никакое промышленное или же дорожное, оборонное и другое проектирование использования территории. Давайте вспомним строение горы. Части горы. Подошва, склон, вершина. На востоке Средней Азии расположена грандиозная горная система Тяньшань. Высокие хребты протянулись в широтном направлении на 2500 километров. Небу пронизанное светом вершина повелителя духов Хан Тенгри. Тяньшань — складчато-глыбовые горы. Мощными складками поднималась здесь земная кора в эпоху Калидонского и Герцинского горообразований. Затем, в период относительного покоя, горы разрушались и выравнивались. Современная форма рельефа — результат активных движений земной коры вперед альпийской складчатости. Именно в это время сырты, плоские днища межгорных котловин, поднялись на тысячи метров над уровнем моря. 60 миллионов лет назад неистовые силы природы сотворили самую длинную горную систему в мире — Анды. Здесь присутствуют все природные стихии. В тени могучих Ант сформировался уникальный природный рай. Странный, но вызывающе прекрасный. Какой бы разноликой ни была окружающая местность, на нее неизменно оказывает влияние эта горная цепь. Здесь находят природное убежище любые формы жизни. В данном видео было краткое описание двух код — Анды и Тяньшэнь. Однако Анды располагаются в западном полушарии, на материке Южной Америки. Тяньшэнь располагается в восточном полушарии, на материке Евразии. Мы видим с вами как сходство, так и разницу. И в дальнейшем вам необходимо будет продолжить. Итак, используя физическую карту мира, сравните горные хребты Тяньшэнь и Анды по следующему плану. Первое — географическое положение объекта. То, что я даже вам сейчас уже сказал, есть сходство, есть отличие. Вам необходимо будет заполнить диаграмму венна в тетради. Левая и правая части — это будут отличия. В центре же вы то, что объединяет, записываете в центре. Далее второе — количественные характеристики. То есть попытайтесь найти длину, площадь, возможно, высоту или глубину данного объекта. И третье — крутизна поверхностей и склоны. Дескриптором к вашему заданию будет, используя физическую карту мира, сравнить горные хребты Тяньшэнь и Алтая по плану и знать сходства и различия данных хребтов. Вы можете использовать различные дополнительные источники информации, например, энциклопедии, а также источник, конечно же, интернета. А теперь попытайтесь ответить на вопросы, которые были озвучены в течение урока. Что же такое орография? Можете ли вы назвать основные различия орографических единиц материков или океанов при сравнении? Назовите основные сходства орографических единиц материков или океанов при сравнении. Я уверена, что у вас все получилось. Домашним вашим заданием будет еще раз повторить изученный на уроке материал. Запишите, пожалуйста, в цитрат и выучите все термины, которые встречались на данном занятии. Кроме того, поработайте с физической картой мира и найдите основные крупные орографические объекты и нанесите их на контурную карту. Ссылку о карте и контурной карте я оставлю. Дискриптором данному заданию будет на основе чтения физической карты оформлять контурную карту и условными знаками обозначать крупные горные системы и равнины мира. Обозначать крупные горные системы и равнины мира вы можете цветовой гаммой. Кроме того, вы можете делать сноски в виде цифр, каких-то своих условных обозначений. Вы хорошо поработали и я вам говорю, молодцы, спасибо за урок. Я с вами прощаюсь до следующего урока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok